От белого лица до матери сура земли народ земной поклон я кот баю на скала света продолжаю цикл Наших передач беседы о традиции и воспитании сегодня у нас передача 3 из цикла читая книгу Галины Борисовны Романовой Что посеешь то и пожнешь или чему и как обучать ребенка надо сказать что на предыдущем нашем занятии мы подошли к такому очень важному понятию как гормон Для меня как музыкального кота баюна оно очень ясно потому что именно на понятии гармонии строится вся музыка Я вам напомню как в свое время понятие именно гармоничных сочетаний музыки определил Пифагор Когда он шел он услышал как ударяют молотом о наковальне и вот эти два звука были гармоничны Когда он определил именно тон этого звука а определялся он также исходя из размеров молота То оказалось что здесь как раз таки был налицо принцип золотого сечения То есть если мы берем отрезок определенный отрезок и в нем соотношение меньшей части к большей части равно соотношению большей части к целому То это как раз таки и является собой принцип золотого сечения И в музыке вот такое соотношение как раз оказалось ну так называемым тоном кварта тоном терция То есть это то что проходит проходит детки детки музыкальной школе Ну это то что я вам легко легко могу вот как бы изобразить То есть эти звуки нам приятны на слух и ну я не могу петь двумя голосами Но если мы возьмем вот это звучание они созвучной природы Вот эти гармоничные звуки так и называются консонансы то есть созвучие ладные звуки Вот мы слышим когда русскую народную песню и вот такой лад рождается А ведь русская народная песня она не просто благозвучна Она вся выстроена на многоголосии Где все вот эти звучания они сообразны нашей природе Они сообразны нашей былинии Они сообразны вечности нашей Нашего рода нашего народа И поэтому мы с вами вот понятие гармония понимаем еще как лад То есть лад это как раз в музыке даже существует такое понятие Это определенная настрой Вот каждая душа звучит У каждого ребенка его звучит душа И у него у каждого свой есть индивидуальный настрой У каждого есть свой лад И поэтому задача педагогики именно выразить этот лад Понять вот этот настрой души И ни в коем случае нельзя это делать какими-то страшными способами Когда с помощью психотехник Когда с помощью техники Начинают вторгаться в неокрепшее сознание ребеночка Потому что дети конечно они выходят из Так скажем возвращаются к нам из ирийского мира Определенное время они имеют взаимосвязи с тонкими мирами И здесь ни в коем случае нельзя спекулировать на этом Развивать искусственным образом способности ребенка Называя это такими всякими непонятными словами Как индига или кристаллические дети Это все оправдание мощного психологического эксперимента над нашими детьми Должна быть гармония, должен быть лад И это все просто Это не выражается какими-то такими психодизайнерскими методами Это выражается чувствованием родителей, педагога Вот этого зерна, которое находится внутри ребенка Поэтому конечно же гармония Гармония, лад это созвучие И вот это созвучие, оно совершенно естественно для всех нас Вы знаете, когда сознание еще ребенка чистое Оно никогда не признает дисгармоничную музыку То есть ту музыку, которую уже и музыкой-то назвать нельзя Но то, что слушают взрослые, так скажем Детское сознание светлое, оно ее даже не воспримет Вот даже проводился такой опыт Облучали растения индийской рагой, джазом и классической музыкой Там и роком Там, где была классическая музыка, там растения росли гармонично Там, где облучали роком, они слушали рок, растения просто погибли Там, где был джаз, растения были очень сильно угнетены И лучше всего растения развивались под индийскую рагу Дело в том, что этническая музыка, будь то это русская народная музыка Будь это музыка итальменов, будь то это музыка африканских народов, монголов Кого угодно, любых народов планеты Земля Она настроена на лад Земли И поэтому она гармонична И великота, классическая музыка, которую, как скажем, наша русская классическая музыка Черпала из источника, просто необъятного источника народной традиции И мы можем брать наших композиторов и видеть, как они как раз основывались на народных ладах То есть вот увлечение в последнее время молодежью, этнической музыкой, оно не случайно Потому что она завораживает И какую бы вы музыку ни слушали, какого народа, будь то индейцы или будь то китайцы Она вся разная, но она вся завораживающая Она удивительная, так же, как и неповторима природа каждого края Будь то горы или будь то снежная долина Но нам ближе всего тот лад в местности, в которой мы родились И поэтому, конечно же, надо, чтобы ребенка окружала музыка и образы того народа, того рода, того лада, в котором он родился И вот настройка этой гармонии очень важна, потому что гармония рождает любовь Итак, сегодня мы подходим к важному понятию Гармония рождает любовь Действительно, как говорится в Классвете, на лекциях Ольги Александровны Она говорит, что все силы в мире можно создать И только одну силу создать нельзя Эту силу любви, ибо она рождается А рождается любовь из гармонии Вот Галина Борисовна пишет свое размышление Нет сладостнее слова, чем любовь Она нас радует, ласкает, манит В ней аромат весны, надежда вновь Излечит, вдохновит, на стражу встанет Нет сладостнее слова, чем любовь И каждый знает, что это такое Безудержный порыв волнует кровь И млад, и стар лишаются покоя И подвиги свершаются любя И нет любовь, преграды для тебя Вот знаете, как интересно Вот сейчас, ну, слава Богу, такие средства В нашей электронной технике Что я вам не могу в интернете передать аромат этой розы Но тот, кто вдыхал аромат розы Он по аналогии меня поймет Он знает, что такое аромат розы Потому что он его вдыхал Вы знаете, Ньютон пришел в науку Чтобы разгадать загадку аромата Она до сих пор не разгадана Дело в том, что в свое время Ученые взяли все компоненты розы Из которых она состоит Сложили их Получили запах паленой резины Дело в том, что вот как запах розы Неуловим, и он рождается Из природы этого удивительного цветка Точно так же любовь рождается из гармонии То есть она рождается Мы не можем ее Мы не можем ее сконструировать Вот музыку нельзя сконструировать Понимаете? И все в мире живое Вот точно так же Мы не можем внести в сознание ребенка Какие-то конструкции Он должен дышать живым ароматом мира И тогда в этой гармонии У него будет рождаться любовь У него будет рождаться любовь к этому миру А отсюда будет вытекать все основные постулаты И бережность И восхищение И желание продолжения красоты этого мира Представляете, вот как важно Понятие вот этих базовых вещей Основы Галина Борисовна дальше пишет И я узрел Миры храню И свет мой Радость жизни излучаю Миры гармонии я преданно люблю Единство их святое охраняю Закон гармонии Основа бытия Гармонии Хранительница я Хранительница гармонии Которая вышла сама из гармонии Как Афродита вышла из пены морской Это любовь Она выходит из лада Ладование вырождает любование Ладование, любование Ладование, любование Так что мы с вами ладим А с ладом связана такая замечательная игра Ладушки Помните, обязательно нужно играть в эту игру Ладушки, ладушки Давайте поиграем Это очень серьезно вы сидите Где были у бабушки Что ели кашку Что пили брашку Ладушки, ладушки Где были у бабушки Что ели кашку Что пили брашку То есть это взаимоотношение С нашими предками Это налаживание Вот этой золотой нити Которая связывает наши рода воедино И вот простые такие народные игры Они также все связаны с понятием лада Потому что вот с ладонь Обережная кукла Мокоши То есть лад Ладушки Все это очень Даже игры Да, вот у многих связано как раз с ладошкой И мы обязательно Сами должны понимать Что это очень важно Вообще Сколько бы ни было лет вашему ребенку Помните о вашем втором важнейшем музыкальном инструменте После голоса у нас еще есть ладони Этими ладонями мы можем отбивать ритм А мы с вами говорили Что гармония Как раз она зиждется на взаимодействии ритма И вот ритмы Они как раз являют Такой рисунок Орнамент музыкальный Который является каркасом В который входит смысл И если нет чувства ритма То это может привести к очень простым последствиям Это конечно же в первую очередь Не будут развиваться определенные Не только части головного мозга Не будет развиваться сознание Самое главное взаимосвязи Взаимодействия Потому что понятие ритма Первое что оно какое нам дает урок Гормон Что все повторяется Поэтому в этом повторении мира Мы ощущаем Важность обретения уроков Понимаете? Это очень глубокое понятие И вот здесь вот этот мостик Который мы сегодня совершаем Он прост Я прочитаю сейчас Галина Борисовна книгу Но после этого Я замолчу Потому что мне бы хотелось Чтобы вы размышляли На эту тему Любви нельзя научить Любовь нельзя воспитать И тем более Навязать Ну Как вы можете воспитать любовь? Вы будете бить ребенка И говорить Потому что меня любить? Обязан меня любить? Конечно же Любовь она рождается Только от любви То есть Когда вы своим примером Показываете Вот эту любовь К миру Мужей и жены Друг другу К своим родителям К животным Тогда и ребенок Будут любить Поэтому Если вы Поддадите Маленького котенка Ногой При ребенке Вы уже Ну Как вам сказать Сами меня понимаете Любви нельзя научить Любовь нельзя воспитать И тем более Навязать Навязывает Всегда Ну Вообще Навязывает Только темные Начали Очень часто говорят Ну что же вы Такие слабые Светочи Что вы такие слабые Ну Потому что Да Тьма Она очень хорошо Организована Понимаете Гаджеты Шагают Они очень четко По расписанию И Вот Навязывают Совершенно То есть Сейчас Эти Все Техники Которые Связаны С нейролингвистическим Психопрограммированием Контент Анализом Они все Уже Их преподают То есть Гипнозу Учат Всех Старом Но Гипноз Запрещен Великим Законом Мы можем Только созидать И можем Созидать В потоке Любви Истинная Любовь Не может Быть Безответной Только В гармонии Структур Рождается Любовь И Родившись Встает На защиту Гармонию Как Поле Защиты Новообразовавшегося Союза Всевозможных Структур Людей Городов Государств Планет Я уже Продолжаю Вселенных Любовь Есть Свет А свет Первичен Тень Это всего лишь Отсутствие Света Поэтому Вот На слове Любовь Сегодня Я как раз Умолкаю Чтобы в тишине Мы Поразмышляли На эту тему Потому что Мы с вами Можем Сколько угодно Читать Умных книг Нам еще Довольно С вами читать А к этому еще Прилагать Много Мудрости От древних Но Если Основанием Нашей жизни Будет Любовь То будет Победа Потому что Любовь Многолика И рождается Она Из Гармонии Вот Баюнс По желанию Мира Гармония Любви Продолжение следует Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова